Всем привет! Это канал Советы Стоматолога и мы продолжаем студировать продукцию Синергетик. И сегодня познакомимся с пастой 7 в 1 манго-мята. Сбоку есть описание. Это паста для тех, кто привык решать проблемы одним махом. Компоненты ее формулы всегда при деле. Укрепляют и осветляют эмаль, убирают налет и предотвращают образование зубного камня. Защищают десны, борются с бактериями и освежают дыхание. Одна из главных ролей у декальцев фосфат дегидрата. И про него пишут, что он регулирует фосфорно-кальциевый обмен, восполняя дефицит кальция в зубах, оказывает противовоспалительные действия. Также в пасте нет мелов, тора, сейлэс, слэс, сахарина, парабенов, триклозана и диоксида титана. Ну что ж, за это плюс. И теперь давайте перейдем к составу, потому что здесь больше ничего интересного нет. И на первом месте мы как раз видим тот декальцев фосфат дегидрат. Это абразив с мягкой структурой, и при взаимодействии этого вещества со слюной выделяются ионы кальция и фтора, которые необходимы для эмали. После сорбитола воды и глицерина идет силика, это диоксид кремния, еще один абразив. Кстати говоря, индекса абразивности здесь нет, но представители Синергетика всегда охотно отвечают на вопросы по их продукции. И РДА здесь 70-80 единиц. Далее мы видим лаурилсеркозенат натрия, это паф, который заставляет пасту пениться. Он мягче и безопаснее, чем СИЛС, которого здесь нет, и за это тоже плюс. Дальше двигаемся и видим ксилит, это такой противокрюзный компонент, из-за него всегда пасте большой плюс. Цитрацинка помогает предотвратить образование зубного камня, подавляет рост бактерий, вызывающих запах изо рта, имеет средний фактор опасности, но в допустимых концентрациях считается безопасным. Дальше мы видим экстракт календулы и ромашки. После них мы видим еще один диоксид кремния с пигментом, это еще один абразив. Дальше гидроксиапатит, это действующее вещество для укрепления зубной эмали и профилактики кариеса, и за этот компонент в пастах всегда большой плюс. Следом идут бензат натрия и сорбат калия, это два консерванта с низким фактором опасности. Потом идет стивиозит, это подсластитель, за ним мы видим биозол, это еще один консервант с низким фактором опасности. А после него идет бисоболол, имеет низкий фактор опасности, оказывает антимикробные, антибактериальные, противовоспалительные действия. А дальше пошел тот самый витаминный комплекс, который есть во всех пастах с энергетикой, я его просто перечислю. Здесь есть витамин Е, В1, В2, витамин В3, В5, В6, В12, витамин С, витамин В9, биотин, это витамин В7. Дальше мы видим мальтодекстрин, он находится вот здесь. Это легкоусвояемое органическое вещество, простой подсластитель и загуститель. После него мы видим ретинил, полуметат, это витамин А, и сайт, на котором я смотрю фактор опасности, пишет, что он у него высокий. И идут споры о его канцерогенном действии, но именно на кожные покровы, именно на солнце. Но я думаю, что зубной пасте он не повредит, поэтому я была бы абсолютно спокойной. И последний компонент, бета-каротин, это краситель желто-оранжевого цвета. И на этом состав заканчивается, поэтому давайте мы откроем упаковку и посмотрим на пасту. Кстати говоря, во всех пастах Синергетика есть вкладыш, где описано продукты Синергетик, соответственно, и также дается состав. Вот, но так как мы с вами уже разобрали, мы не будем на этом останавливаться. И давайте мы откроем. Кстати, есть защитные мембраны, за это всегда паста им большой плюс. Вот, и паста такого приятного персикового цвета с какими-то такими красными гранулами. Моя оценка где-то 6,7,10. В принципе, все пасты Синергетик, которые мы с вами обозревали, мне понравились. И я даже парочкой из них какое-то время пользовалась, поэтому плохого точно ничего не скажу. Тем более, учитывая их ценовую категорию, это будет очень хорошей альтернативой всяким колгейтам и блендометам. Вот, поэтому пользуйтесь на здоровье. И на этом все. Увидимся в следующем обзоре. Всем пока! Продолжение следует...